Ломоносов не только физик и химик, он еще и географ и филолог. Кандинский и вовсе взялся за живопись в возрасте 30 лет, что и по сегодняшним меркам уже считается поздно. Какие еще великие люди, оставившие след в науке и искусстве, обладали знаниями и интересами более чем в одной области? В этом выпуске говорим об универсальных людях в науке и искусстве. Михаил Булгаков Наш писатель известен во всем мире благодаря роману «Мастер и Маргарита», но не все знают, что по образованию Михаил Афанасьевич врач и некоторые из его книг как раз о медицине. В 2012 году был снят британский телесериал по мотивам произведения Булгакова «Записки юного врача», главную роль в котором сыграл Дэниел Рэдклифф. После окончания гимназии писатель поступил на медицинский факультет Киевского университета. В общей сложности он учился там 7 лет, так как у него были проблемы со здоровьем и он имел освобождение. Таким образом обучался он в своем темпе. После начала Первой мировой Булгаков работал врачом в прифронтовой зоне и военным врачом. Весной 1918 года он вернулся в Киев, где продолжал свою врачебную практику. Какое-то время работал также врачом Красного Креста. В сентябре 1921 года Булгаков перебрался в Москву, где уже работал его дядя Николай Михайлович Покровский, который стал прототипом профессора Преображенского в повести «Собачье сердце». Будучи в Москве, Булгаков работал в качестве филитониста. Писал статьи, заметки, очерки в газетах и журналах. В том числе публиковался в газете «Накануне», которая выпускалась в Берлине. Булгаков также работал в Центральном театре рабочей молодежи в качестве режиссера. Это было уже в 1930 году, когда писать Булгаков уже не мог, так как все его произведения перестали печатать. А пьесы, поставленные по его произведениям, были запрещены. Считалось, что писатель писал свои произведения с явной сатирой на советский строй, чего он и не отрицал. Говорил, что видит немало недостатков и относится к ним сатирически, изображая их таким образом в книгах. 28 марта 1930 года Булгаков направил письмо правительству СССР, в котором попросил дать ему возможность или эмигрировать, или работать во МХАТе. Спустя три недели ему позвонил Сталин, который дал добро на то, чтобы Булгаков зачислился в МХАТ, где Михаил Афанасьевич и проработал последующие шесть лет. Лев Выгодский. На сегодняшний день имя советского психолога известно больше в других странах мира, нежели в России. Его идеи и взгляды опережали время, соединяя педагогику и психологию, закладывая основы одних из самых передовых подходов в современном обучении. Кстати, изначально Лев Семенович был учителем литературы и юристом, а потом его занесло в педагогику и психологию. Сначала будущий психолог поступил на медицинский факультет Московского университета, но позже перевелся на юрфак, так как счел это направление более перспективным. Параллельно он посещал занятия на историко-философском факультете и писал научные работы по литературоведению и истории литературы. Когда его диплом на тему трагедии о Гамлете, принце датском, был напечатан, он сменил свою первоначальную фамилию. Сперва он был Выгодским, но стал Выгодским. Умер Лев Семенович в весьма молодом возрасте, 37 лет, но оставил после себя огромное наследие, среди которого работы о высших психических функциях, когнитивном развитии ребенка, идеи о новой теории сознания. Сейчас существует даже такое направление, как Выгодсковедение, так называются исследования научных трудов Льва Семеновича. Михаил Ломоносов Ломоносов является ярким примером энциклопедиста, человека эпохи Возрождения, он же универсальный человек, чьи интеллектуальные способности, интересы и деятельность не ограничиваются одной областью знаний. Ученый, именем которого назван Московский университет, был и физиком, и химиком, и астрономом, и географом, и металлургом, и геологом, и поэтому и художником. Иногда кажется, что все, чем занимался Ломоносов, и не перечислить. Михаил Васильевич учился не только на родине, но и в Германии, где даже прослыл хулиганам. Хулиганы, как Шварценеггер в фильме говорил. Он вместе со своими земляками постоянно влезал в драки против немцев. Так как местных студентов было больше, первое время отгребали Михаила и его компания. Но через какое-то время им удалось стать авторитетными ребятами, которых все, если не боялись, то как минимум побаивались. Здесь стоит обратить внимание, что на протяжении многих веков известные личности или получали образование, или проходили практику за границей. В наши дни возможностей учиться за рубежом гораздо больше, а выбрать университет, школу или языковой лагерь за границей вам может компания SMAPS. Не забывайте заходить на сайт 3wsmaps.ru, чтобы познакомиться с возможностями, которые сейчас есть. Помимо того, что Ломоносов считается основателем московского университета, он также был полиглотом. Никто точно не знает, сколько языков он знал, но примерно их количество 10. Выдвинул корпускулярно-кинетическую теорию тепла, на основе которой позже была создана молекулярно-кинетическая теория. Владел искусством фехтования, которому научился во время учебы за границей. Является автором труда «Древняя российская история». Стал автором самого ценного историко-географического документа «Циркумполярной карты». Написал одну из самых первых книг по русской грамматике, «Российская грамматика». Написал руководство по металлургии и руководство по красноречию Дмитрий Менделеев. Имя этого человека известно во всем мире, даже среди тех, кто далек от химии. Ведь, как минимум, о таблице химических элементов слышал каждый, чем еще известен очередной энциклобидист. В 1856 году им была защищена работа исследования физических свойств газов. Сделанные ученым открытия позволили ему спроектировать аэростат, с помощью которого человек мог бы долгое время оставаться на высоте и даже подниматься в верхние слои атмосферы. 7 августа 1887 года Менделеев совершил полет на воздушном шаре. За совершение этого полета Дмитрий Иванович был удостоен медали Французского общества воздухоплавания. Три года подряд – 1905, 1906 и 1907 Менделеев был номинирован на Нобелевскую премию, но, к сожалению, так ее и не получил. Тем не менее, это никак не повлияло на тот невероятный вклад в науке, что сделал великий ученый. Оставил он более 1500 трудов, а 101-й элемент в таблице химических элементов получил название в его честь. Менделеевий. Василий Кандинский – русский художник и теоретик изобразительного искусства. В свое время учился в театрально-художественном училище, где помимо художественного образования получил также музыкальное. В Московский же университет он поступил на юридический факультет. Однако по состоянию здоровья был вынужден временно прервать обучение. А вот на выбор профессии художника частично повлияла Московская выставка импрессионистов в 1896 году. Тогда Кандинский написал своему научному руководителю письмо о том, что он окончательно хочет оставить науку и заняться живописью. На тот момент Василию Васильевичу было 30 лет. Он также отказался от должности доцента в университете и уехал в Мюнхен изучать живопись. Еще один пример – человека, который уехал учиться за границу. И стоит заметить, не в юном возрасте. В 2007 году была учреждена премия художником, названная в честь Василия. Премия Кандинского. Друзья, это лишь те немногие люди, которые никогда не боялись новых открытий и шли навстречу новым знаниям. Их имена знают миллионы, а их труды остались в истории. Никогда не останавливайтесь перед своими целями и продолжайте учиться. А мы желаем Вам в этом удачи. Заходите в гости и на наш другой канал, где мы рассказываем о самых удивительных местах нашей планеты.